Чё-то, Андрюха, да ты чё, блядь? Нихуя. Есть тайм-код. Да нет, нихуя тайм-код. Да хули мне большой палец показывать, я понял, понял, что анимация сработала. Вы тайм-код дадите? Нет, тайм-код есть, я понял. А у меня его нет, ребят, так давайте логически подумаем, как сделать так, чтобы он у меня появился, блядь. Ну... Классная визуализация, потому что в ней... Блядь, Андрюха, как всегда свежо выглядишь, супер. Как бы... Молодец. Нашли мои ценности. Мне Андрюха вообще, ну, мой пацан, молодец. У меня визуализация пришла именно с такой картинкой, что этот цветок растет где-то в джунглях. То есть это... Не тот выпуск? Привет. Типа вот здесь он? О, Даня Кашин, во-во, смотри, Даня Кашин. Привет, Пашин. И шпион, и что-то русский шпион. Я русский шпион? Бля, был бы круто, блядь. Разбор Дани Кашина, да Андрюха, ты че, блядь? Привет, Павел. Дрон, ты че, блядь? Поехали. Целый тайм-код про меня, ну блядь, это пиздец. Итак, ребята, сейчас у нас рубрика «Разбор ТГ каналов». И сегодня у нас на разборе Данила Кашин и Даня Кашин. Это достаточно был популярный твитч-стример. Ну а сейчас-то не уже все, блядь. Был-то когда-то популярный, сейчас-то уже все прошло давно. Сегодня не такой популярный, но тоже нет. К сожалению, уже не такой, как был популярный, но что-то как-то где-то перебивается, ребят. Что был, вы пишите? Был да всплыл. А, ну да, был. Я понял, о чем вы. Ну, я где-то что-то перебиваюсь, ребят. Где-то на стройке шабашку что-нибудь подыщу, блядь. Где-то что-нибудь кому-нибудь бабушке под... Ну, как вам сказать, я стримлю. Иногда бабушке что-то донести. Поможешь сумночке, она рублей 50 даст, блядь. Что-нибудь шабашечка где-нибудь, что-то... Вот я недавно в деревне в Гатчино ездил, забор строил, блядь. Ну, десятку получил. Ну, как-то перебиваемся немножко, чуть-чуть, помаленечку, по зернышку, блядь. Вот Twitch-стример, у которого ежедневные стримы, достаточно такое... Каждый ебаный день эти ебаные стримы. Я вообще... Это просто пиздец, блядь. У меня личной жизни уже не осталось. Серьезная комьюнити. Как только где-то что-то говорят про Даню Кашину, они тут же набегают в комментариях и начинают засирать всех. Ну ладно, не будут считать комменты, конечно, его засрали, это же очевидно. Коксичная аудитория. И мы сегодня будем разбирать его телеграм-канал с точки зрения канала-блогера. То есть он не является экспертом, он не продает себе какой-то продукт, насколько я знаю. Вот, поэтому мы его будем разбирать как блогера. И разбирать... Ты, блядь, Даня Кашин, ну это такой стример сейчас. Ну, будем разбирать его как блогера, супер. Ехала. Будем по каким пунктам? У нас сегодня будет 4 категории. Это упаковка, позиционирование, контент и монетизация. То есть мы будем смотреть, как монетизирует он свой телеграм-канал. Никак, вообще никак. Ну, типа, через него можно же считать, что, допустим, там, Джерси продаю. То есть, по факту, мы Джерси салдаутнули, помните, вот это пиздец, да? Ну, это же через телеграм-одним постом. Или там, типа, на концерты, билеты, ну, поищу в телеграм. Можно считать, да, что продаю, просто я хуй знает. Так-то реклама у меня там практически нет. Для огромнейшего количества подписчиков, для телеграм-канал. Ну, что, невероятно грустно, блядь, чем могу сказать, пиздец. Все 9 тысяч. Телеграм-канал у него очень много. Ну, я очень много заряжаю, честно, за рекламу. Мне не хотят брать, я такой, ну и не надо, значит. Да, это вот уровень уже прям круто. Скорость поставил уже, или нет? Да поставил, я же. Да, стоит уже, все. Блогеров, которые имеют телеграм-каналы, и которые делают огромнейшую капитализацию с помощью рекламы при таком количестве подписчиков. И вот мы сегодня посмотрим. Да, и на разбор у нас дается 5 минут, я устанавливаю таймер. Разребать руки, и в дайте 5 минут. Если хочешь посмотреть, как материнская плата сгорает. Супер, поехали. И первым у нас это упаковка. По упаковке. А у него есть габб. Бля, ребят, ну можете вот это срезать? Вообще было бы охуительно, реально. Ну вот вы реально, вы можете оценивать, да? Сидят, оценивают, говорят, ой, ну у него, конечно... Ну я еще не знаю, как они оценивают, может там заебись все. Ну просто вы на себя берете ответственность, чтобы оценивать чужой контент, а сами сидите, даже не срезайте сдохи, вот эти паузы неловкие. Ну это же бред, блядь. Реально, я сейчас усну, бро. Андрюха, ну как так? Я усну сейчас, блин. Это популярный блогер, наверняка у него есть верифицированность. Ну наверняка чё-то как-то, где-то какая-то популярность есть. То есть не такая, как раньше, я понимаю. То есть... Ну полмиллиона в Телеграме, это что? Это же ничего, блин. Да, здесь вайбы МДК. Бля, помните мою самую первую аватарку в Телеграме? Да, я чё-то забыл, у меня там было 1015 подписчиков. У меня аватарка была там одного мужчины. Максим зовут одного мужчины. Короче, он на фоне своей любимой символики стоит. Я подумал, что это очень смешно. Не то, что я его там поддерживаю или типа такого. Но я посчитал, что это очень смешно. И забыл, прикиньте. Я уже там аватарки напоменял. И у меня уже там, знаете, там 1150 подписчиков. И мне кто-то пишет, бро, ты не хочешь убрать? Я такой, блядь! Но я испугался. Вайбы МДК, это всё полностью... Фотография вайб МДК. По мусорке. То есть это абсолютно его эстетика. По описанию канала не указан контакт менеджера. То есть куда писать по рекламе. Да, пошли нахуй. Каждый ТГ админ должен знать, что... Ну вообще хорошая идея. Да, я согласен, блядь. Надо реально сделать. Реально контакт сюда записать. Или почту, да, наверное, блядь. Ну это хорошая идея. Поддерживаю. Нужно сделать. Перед тем, как учить, сделать канал, указать... Да-да-да, я согласен. Да, надо почту поставить. Блядь, что-то я... Я только сейчас допёр, клянусь, блядь. Саня менеджера сначала... Да-да-да, факт-факт. Указываем, куда писать по рекламе, а потом уже всё остальное. Ну, бро, ну не так меня, значит, волнует эта движуха. Вот что тебе могу сказать. Короче, это супер-супер важно на самом деле. Ну, у меня не так много рекламы. То есть я на другом зарабатываю в основном. Там банаты у меня, там продажи и так далее. Там шмотки, концерты. Ничего не получится. Вот входящих заявок в Телеграме, ну, в зависимости от ниши, но в среднем где-то 20%, 20-30% входящих заявок. Грубо говоря, там 2-3 рекламодателя из 10 просто не смогут с ним связаться. Да это хуйня. Ну, в основном пишут кто. Ну, вот как и там Андрюха рекламирует наёберы всякие, блядь. Да нахуй мне надо. Мне приходит какая-нибудь компания хорошая, сотовые связи, допустим. Они сразу берут и то, и Телегу берут, и всё остальное. Поэтому, ну, как бы... Вот так. Да, то есть... Нахуя, чтобы мне мусор, правильно написал? Найдут вообще никакую обратную связь с ним. Поэтому нужно указать контакт-менеджеру. Я больше Телегу реально как пакет продаю, поняли? Типа у меня берут рекламу, ну, допустим, на Твиче. И пакетом сразу Твича, Твич, что-нибудь там, там ещё что-то. И вот в Телегу заодно, типа я просто как пакет продаю. Сразу же на первом пункте он просто всё, он потерял сразу, он потерял все деньги, которые могут к нему приходить, имея такой огромнейший трафик в Телеграм-канале. Да, бродо, я не собираюсь Телеграм-канал каждый пост рекламу делать. Я не собираюсь этого делать, блядь. Здесь прям Даня Кашин сразу же поставил контакт-связи, если ты не знаешь, что такое менеджер. Я вот с этим согласен, да, 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 да. Почту можно поставить. Что поставить в свой личный, личный аккаунт. Очень, очень мудрая мысль, бро. Замечательно. Личная, может, адрес мне свой написать, ещё номер телефона? В описании у него написано. Бро потерял все деньги. Мы очередные маниакальные идеи. В целом всё понятно, это нормальное описание для личного блога. Я думал, срать будет, но что-то пока, ну, что ли, грустно, блядь. Отлично. Я думаю, сейчас сволочь, блядь, да он урод, блядь, посрединого лица. Что ты скажешь? Ну, он себя позиционирует как именно такой, типа, мемолог, да, то есть он такой мемный блогер. Позиционирую как мемолог, блядь. Он очень сам по себе токсичный, поэтому у него аудитория токсичная. В принципе, позиционируем, у него... Он такой современный Андрей Нефёдов. Типа такого, да, ты заходишь вот его... Ну, не, ну, детей я не сру, честно. Ну, здесь у него вот сторисы, это когда сходил с мамой на рынок, все концерты Джарахова, то есть и, листая его канал, здесь сплошные мемы, он создаёт свою комьюнити вокруг мемов. Камьюнити таких скуфов, да? Ну, не могу. О, не малолетки зовут, теперь скуфы, блядь, ура, блядь. Кто-то ещё раз скажет, нахуй, что мне дети смотрят, вон, блядь. Андрюха говорит, у меня скуфы смотрят. Людей, подростков, очень злых, злых школьников. А, ну, блядь, всё-таки скуфы, ну ладно. Писсонеры у него настроены, то есть я вижу в любой, вообще в любом контенте, в любом его описании канала, то есть всё, что он оставляет, оно везде и крится именно с мемами и с его контентом, и с его писсонерами. Ну, просто они, знаете, они рассматривают это, ну, через свою призму, правильно сказал? Ну, поняли, да, типа, как бы они делали? Ну, просто, чуваки, я просто образ не строю, что ли, типа. То есть я реально, я и в жизни мемлю постоянно, то есть, ну, как бы, без интернета, это просто я, и всё. Вот. По поводу контента? Для меня это трэш, если честно, вот. Но, так как это личный блог, и у него аудитория, которая была заработана раньше в Ютьюбе... Когда-то, да, сейчас ты всё, бля, это полмиллиона, вот эти полмиллиона подписчиков, ребят, это вот тогда я вот, ну, в восемнадцатом году на меня подписались, ну, вот за последние, ну, четыре, там, три года, знаете, сколько подписался? Ну, человек, ты ещё, может, две, короче, такая движуха. Где он был очень популярен. И в Твиче для его аудитории, скорее всего, это именно тот контент, который они хотят. Здесь есть... Ну, ты хочешь сказать, что это такие вот остатки его было популярности, и он для них пустит какие-то мемы. Да, которые они сами... Бля, ну, типа, ну, прикольно, блин. Нимает его... Вы точно, вы точно в вопрос погрузились на все сто процентов, блин. Это всегда такая локальная, у него огромнейшая аудитория, но вот эти все мемы, они локальные внутри его комьюнити. Здесь много личностей, у него очень много кружков есть. У него есть голосовые сообщения. Ну, ты точно разбираешься, блин. Разбирает. Здесь, получается, мнение там даёт по... Ну, то есть, короче, личный Телеграм-канал. Давай уже дальше. По поводу, допустим, там, типа, милстрой, вписка, голосовое сообщение. Знаешь, что мне не хватает? Нет личного контента. То есть всё, что у него есть в канале, это контент о ком-то. Вот, и всё. Ну, точно, ребят, ну, ознакомились, сразу видно. Ребята сели, подготовились, посмотрели канал, посмотрели, что у меня происходит, чем я сейчас занимаюсь. То есть, блядь, ну, то есть, у меня реально каждый пост я про кого-то пишу, есть такая движуха. Ну, не могу я. Ребят, мне просто, как вам сказать, мне страшно, блядь. Мне страшно, если я, ну, напишу пост про себя. Ну, как вам сказать, я сижу, во-первых, смотрю просмотры на постах, да? То есть, я напишу о ком-то и сижу, драчу на эти просмотры, вот эти под постом. Думаю, да, супер. И мне страшно, понимаете, поделиться чем-то, ну, типа, личным, короче, потому что это просто не зайдёт, понимаете? Есть такой момент. Да. У него нет вообще личного контента. Я не понимаю, чем живёт Даня Кашин. Не то, чтобы я хотел. Бро, так пролистай канал, послушай голосовые. Я там всё рассказываю, что у меня песни, когда клип, когда не клип. Ну, каждая голосовая. Но, когда я подписываюсь на блогера, первое, что я ожидаю, я ожидаю увидеть личный контент, жизнь. Да он там есть, блядь, дрон, ты чё, блядь? Блогер, нет контекста. Абсолютно никакого. То есть, дрон так, почитай, блядь. Когда ты его в его канале, и если ты, скорее всего, не смотришь твич его каждый день, то есть, не смотришь, да, не следишь за его жизнью, то есть, если наблюдать только за каналом, вообще нет контекста, и ты не погружён. У меня там влоги выходят, ну, выходили, я... У меня ещё один отснято есть, смонтированный влог, ну, блядь, мне так их в лом выпускать, блядь. Там отвечу он тоже о себе не рассказывает, он только кого-то обсуждает. Блядь, влоги там выпускал, блядь, я демки скидывал, блядь, что-то ещё, песни, помните, у меня, бля, буду там, я вот демку скидывал, короче, вся движуха. То есть, он такой скрытный... Да, блядь, понимаете, влоги, они там такие, ну, короче, блядь, скучные, что ли, блядь, там так неинтересно, на самом деле, моментами, просто... Вообще, не знаю, мне не хочется, может, как-то заново это сделать, блядь, что ли. Не знаю, я подумаю над этим, пока не будем на эту тему рассуждать, блядь. Да-да-да. Внутри своей личной жизни, и только... Первый влог хороший вышел, честно, первый, который я выпустил, ещё суперский, блядь, а потом, когда мы монтируем, мне вообще не нравилось. Да, это остальных, но он становится скуфом, который просто на диване, это где обсуждать других, но себя, как блогера... Супер, пацаны, ну, разобрались, блядь, значит, посмотрели, разобрались, полностью в теме, ну, всё знает, всё... Былая популярность, там, что-то на остатках, там, руин сидит. Он не сможет, таймер закончился. У нас последний пункт — это монетизация. Честно говоря, по поводу монетизации я не увидел, я вот пролистала до 17 апреля, это... То есть её нет вообще? Три месяца прошло, да, или больше? Да-да-да. Пролистала четыре месяца его контента и... Как так, блядь? Ааа, я не могу поверить в это, блядь! Увидела ни одной рекламы. Охуеть, да, просто невозможно, блядь, я ж не могу, я ж... Это у меня там каждый пятый пост, блядь, каждый второй, нахуй. Школы по обучению, блядь, букмекеры, блядь. Всё, что я видела из такого, что можно монетизировать, это его музыка. Да. То есть он пытается... Ну и всё, и была популярность, вот её монетизировать. Что-то делать в музыке, что-то как-то карабкаться в музыкальной индустрии. Но на этом всё, то есть ни одной рекламы я не увидела. У него 30 июля был какой-то концерт. Всё-всё, пять минут прошло уже, всё-всё, какой-то концерт был, блядь. В заводе. И получается, он продавал билеты, да, с помощью телеграма также. И это единственное было его монетизация. Один пост я сделал. А, нет, два поста. За последнее время. Имея канал на 469 тысяч подписчиков, можно делать рекламу сколько? Да и похуй, чё можно, слушай. Да можно, блядь, дописюнартом дотянуться своего. Но я ж не буду это делать. Не обязательно, я обязан... Ну, не знаешь, что я обязан это делать? Потому что вы сказали, блядь. Ну, если у тебя 400к, то можете спокойно... Да и похуй, да можно. Я говорю, можно, блядь, можно на руках ходить, научиться, блядь. Да нахуй оно мне надо, блядь. Два миллиона рублей в месяц делать. Да и похуй, блядь. Просто продавай рекламу в телеграме. Да, просто продавай. Ну, супер, блядь, но я так не делаю, блядь. Значит, я чё, чмо, что ли? Я чё-то не понял. Реально, момент такой. Чё, я лох, что ли, блядь? Ну. Вы пустые. Вот, не нужно иметь никакого продукта. Не нужно, возможно, делать концерты. Да-да-да, но я так... Ну, ну-ну-ну. Но я хочу делать концерт, чуваки, блядь. Вы чё с вами, блядь? Ну, я хочу делать концерт. Не хочу я в телегу срать рекламой каждый день, блядь. Ну, я и делаю это, но редко, блядь. Да, то есть продажи билетов на билетиках, да. Блядь, у них просто деньги. Они же не понимают даже, что, ну, поняли, да? Они же даже не понимают, что дело, ну, в творчестве, что ли, блядь. Да концерты, я говорю, вот тур, вот честно, вот честно, искренне руку на сердце кладу. Я, блядь, смерча могу заработать за несколько дней больше, чем за весь тур. Ну, я еду в тур, потому что, ну, это классно, блядь, я себя движуха, я ж, ну, в основном не из-за денег это всё дело. А у них реально, они не могут, они не могут себе вбить в голову, что, блядь, как так, type, блядь, не срет рекламы, да, бесконечно в Телеграме, блядь. И реально это не могут принять, это вообще удивительно, конечно. Вот, можно просто, у кого добавить, что вы делали. Что он любит, сидя на диване, обсуждают других зарабатывать. У меня кресло заебатывает, не диван. Говорит, что, да, пацаны, что-то так движуха какая-то странная, вы, что же, сам делали. Все, сделаем, зарабатывать в Телеграме. Даня Кашин сегодня, для меня, я посмотрел его Телеграм-канал, это реально, вот, какой-то, Светлаков из нашей Раши, который сидит вот так вот на диване сухой, в трусах, и ему все не нравится среди остальных. А внутри своего... Человек, не вписавшийся в современный мир, скажем так. Вот. Вот так, блин. Ну, ребят, ну все, блядь. Все, была популярность прошла, блядь, сижу вот, ну, хуй сосу, блядь. Но при этом имея... Сижу, руку в штаны засунул, Светлаков, Гена Букин, блядь. Огромнейший трафик. То есть, огромнейший трафик, его полностью не использовал. А, огромнейший трафик, блядь. Была популярность, такая серьезная была, что сейчас трафик в два раза больше, чем было. Интересно, блядь. То есть, это не 400 тысяч... Если не в три, блядь. Это как так? Я так популярность сильно потерял, блядь. Это 400 тысяч в Телеграме, где реклама сейчас стоит огромнейших денег, и... Да вы заебали, да не продай... Ну, ну, продается редко там рекламой. Ну, нормальным брендом, нормальным. Желательно, которым сам пользуюсь, которыми. Все просто. Но он никак не ментисирует. Ноль просто, да, ноль ментисации. Он даже просто не оставил... Бля, ну сволочь, ну мразь, что... Возможно, он не знает о том, что менеджеры работают в Телеграме. Да, ребят... Да знаю я, да нахуй мне это не надо. Если кто-то не знал, то в Телеграме как монетизируются каналы? Только с помощью менеджеров. Да похуй, да блядь. У вас может быть канал огромный там, но если у вас нет менеджера, то канал вам не будет ничего приносить. Да и что, блядь? Ну не все ведут каналы ради денег. Не все, бро, встают утром с кровати, как ты, чтобы заработать что-то. Понимаешь, о чем я говорю? Абсолютно. Ну там какие-то копейки от людей, которые случайно вас нашли. Рекламой должен заниматься отдельный человек в Телеграме. Ну у меня есть отдельный человек, который занимается рекламой, но не всегда в Телеграме. Человек, который прям сидит в чатах рекламодателей, пишет рекламодателям и так далее. Так построен рынок. Сидеть и ждать в Телеграме не нужно. Да я не сижу, не жду! Че ты меня заебал, блядь, друг, блядь? Да, и ты был очень огромный. Пока вот реклама к тебе придет. Андрюха, ты вообще что про моего папу сказал? Он умер, блядь. Вы помните? Андрюха, я вам напоминаю, Твич, администрация Твича, во все внимание вам, внимание, ушки, ушки, блядь. Андрей Петров сказал, что трахал моего отца, короче. А тут дело в том, что у меня отец умер, и знаете, я тяжело переживал эту смерть. И Андрей Петров сказал, что трахал моего отца, мертвого. Ребят, ну знаете, как я тяжело переживал его смерть? Еще и вот такая история, да, что Андрей напомнил мне об этом. Я до сих пор от этого отойти не могу. Зарабатывают огромнейшие деньги блогеры. Личные блоги, которые имеют большие каналы, как у Дани Кашина. Также зарабатывают большие деньги. Но ты заебал своими большими деньгами, ты, блядь, оденься сначала нормально, бро. Менеджеры, которые работают. Бро, ты в пижаме сидишь, какие деньги, о чем ты рассказываешь, блядь? О том, как устроен рынок, и как либо найти себе менеджера. Да похуй мне на твой рынок, бро. Твой рынок, это по помойкам шарится, букмекеры, говеные, блядь. Какие-то школы, блядь, которые нихуя не учат, вот эти движухи, блядь. Рекламные продаватели. Мы просто в этих помойках не лазим, просто нельзя, ну вот из нее, а раньше заходите ко мне в помойку, так жить надо, бро. Либо как стать рекламным менеджером. Мы рассказываем на телеграмматике. У нас есть большая лекция. А, это курсы они рекламируют. А, это не курсы поведения, блядь, курсы поведения телеграмма. Супер. Менеджеры, с которым работает Милана, уже. Насколько лет ты работаешь? Я уже рассказывал с этим менеджером, с Данилом. Я работаю... Со мной, блядь? Постоянный менеджер, основной. Так я Данила, а, на конце. Вот, по-моему, уже года три или четыре. И он зарабатывает стабильно более пяти тысяч долларов в месяц. Охуй, не найти пять тысяч долларов в месяц, блядь, с говеной рекламы вот этой мусорной, блядь. Пять-шесть тысяч. Блядь, ребят, чтоб вы знали, я даже когда мне рекламу берут, пост в телеграмме, да, ну надо, я пиздец как борюсь, чтобы он длинный не был. Ненавижу длинную рекламу, блядь. Вот когда на телефоне открываешь, у тебя на весь экран, он, блядь, надо еще листать, чтобы вышибать. Я за это даже борюсь, блядь. Долларов, вот. Кстати, я Тимур же, да, вообще. Дает лекцию на телеграмматике, рассказывает, как стать менеджером, как зарабатывать, продавая рекламу. У меня, заметьте, вот посмотрите, любые мои рекламные посты, они не длиннее, чем, ну, они на полэкрана максимум, блядь. Ну, может, еще картинка еще влезет, то есть. Ой. В каналах. Поэтому, если вас заинтересовало, если вы хотите стать менеджером, заполняйте анкету предзаписи. А, платите нам деньги, мы вас научим. Бля, ну, ребят, ну, это хуйня. Еще что-то скажут, походу. И у вас до сих пор почему-то нет менеджера, как у Дани Кашина, тоже заполняйте анкету. Есть у меня менеджер, блядь. И мы расскажем, как найти вашего первого рекламного менеджера. Ну, а коротко, вот совет Дани Кашина, ну, как ему улучшить карьеру? Ну, ему надо в любом случае сразу менеджера найти и поставить, потому что у него... Найти менеджера. Здесь придет реклама, монетизация. Я думаю, нужен личный контент, больше контекста и создать рубрики не только, когда где-то он кого-то обсуждает, а быть блогером в первую очередь. В общем, Дани, нахуй. Найти менеджеры себе добавь его в описание, зарабатывай на рекламе в Телеграме и делай больше личного контента. Это кто умеет делать превьюхи? Блядь, я умею... Да заткнись, блядь, я умею в ахуй быть с этой, и вот что он нанес, блядь. Ребята, ну... Вот без хейта, говорю, вы вообще не поняли, вы вообще не вкурили, вы ни с чем не ознакомились, реально. То, что вы сказали, это не соответствует действительности ни на минуту, короче. Это бред, блядь. Это бред типуй, блядь. Не пропускай мне, но эту ночь я поглоти и тушусь. Оставит только швей, оставит только боль. Остался только ты и мне с тобой не уснуть. Оставит только швей, оставит только боль. Боль, боль.